Схемы с отъемом денег у водителей, которые массово проворачивают юристы ИП Крейдерман, становятся похожи на уголовное преступление. Водители, с которых вымогают деньги, заявляют о подделке документов. Как мы уже не раз рассказывали, ИП Крейдерман промышляет тем, что укупают у пострадавших в ДТП водителей право на требование возмещения ущерба по ДТП. Людей, находящихся в состоянии аффекта, им поставляют аварийные комиссары, обещая помощь. Далее юристы вместе со своими экспертами убеждают жертв, что нормальных денег им страховая не выплатит и уговаривают заключить с ИП Крейдерман договор цессии. Один из ярких примеров. Пострадавшим ИП Крейдерман выплатила 100 тысяч рублей. При этом со страховой само ИП Крейдерман получила 800 тысяч. Но это еще не все. Кроме страховых выплат, ИП Крейдерман подает также в суд и на водителей виновников, требуя их доплатить, так как якобы выплата страховой не покрывает всего нанесенного ущерба. И суды соглашаются и заставляют виновников ДТП доплатить. Подчеркну, что эти деньги пострадавшим не идут. Они остаются в ИП Крейдерман. Как рассказала нам бывшая сотрудница ИП Крейдерман, таких дел в месяц у них было около 100. И в 99% случаев суды выносят решения в пользу этих юристов. Лишь в последнее время наметился некоторый перелом в судебных решениях в пользу водителей. ИП Крейдерман, между тем, расширила географию реализации своей схемы. Их юристы в связке с аварийными комиссарами действуют теперь уже и в Санкт-Петербурге. Как мы рассказывали, они потребовали доплатить за якобы завершенное ДТП водителя-дальнобойщика из Выборга. То есть была получена страховая выплата порядка 200 тысяч рублей со страховой компанией. ИП Крейдерман еще и подала в суд на этого дальнобойщика с требованием доплатить еще 140 тысяч. Но дело в том, что дальнобойщик заявляет, что в этом ДТП вообще не участвовал. Он был в другом месте. И вот после нашего сюжета с ним связались представители страховой компании. И выяснилось, что подписи дальнобойщиков, предоставленных на документах, вообще подделаны. Звонит непонятный номер. Звонит ваше альфа-страхование Нижегородское. Андрей Васильевич вот так и так присылает мне фотографию, которую комиссар составляет, как автор, европротокола. Что типа я виновен, что я прижал вот эту Hyundai на Кубинской 84, что я признаю свою вину и типа я подписался. Но это не моя подпись. Вот она даже близко не стояла. Любое ДТП, любое ДТП, вот даже вот этой Поветкиной, ты фотографию покажи. Ведь все фотографируется. Те же комиссары, когда приезжают на ДТП, они же фотографируют, правда? Конечно. А где фотографии ДТП? Ее нету. Так они для чего вам звонили? Сказать, что подпись поддельная? Нет. Просто товарищ посмотрел ваше телевидение. Нашел меня. И я как понял, мол, ДТП не было. Я говорю, не было. Вот у меня есть распечатки Платона, что в этот момент я был там, там, там. Я близко к тому краю Санкт-Петербурга не касался. Прикол в том, что час назад, час назад, звонит представитель вот этой МАДА, предлагает мне денег. Давай мирно разойдемся, замнем дела, мы как-то финансово решим эту проблему. На что он был послан мной далеко и надолго. Я сказал, такие люди должны сидеть в тюрьме. Человек прикалывается, говорит, что ты взял бы денег, джипы себе купил. Я говорю, Федоров, а ты представляешь, что ты сидишь на диване, а тебе раз прилетает письмо счастья там на 100, на 200 тысяч, ты пытаешься доказать, что ты не, что ты, 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 это не ты. Но мне кажется, эта Клейдерман, она выпутается. То есть там полетят сошки, там, скорее всего, полетит вот этот вот комиссар, который, ну, подел. Мы попытались получить комментарии в самом ИП Крейдерман. Ее нет. А где она? Она здесь не находится. Может, позвоните, подъедет. Позвоните. Телефона нет? Дойдите. Ну, а мне дадим телефон. А, вы юрист, Телефон, я вспомнила. Ваша организация вышла с иском в Выборгский суд, чтобы взыскать убытки с водителя, с виновника ДТП. Но, как утверждает водитель, он вообще не совершал этот ДТП. И все его подписи подделаны. И вопрос какой? Вопрос такой, кто подделает подписи. Понятия не имею. А я не занимаюсь Питером. Девушка, я не в курсе ситуации, Питер я не веду. Все? Можете письменно задать свои вопросы. Кстати, нижегородские водители, которые считают себя пострадавшими от действий ИП Крейдерман, уже объединились и готовят совместное обращение к Государственную Думу, где намерены просить поправить эти дыры в законодательстве, которые позволяют ИП Крейдерман и им подобным группам юристов реализовывать подобные схемы.